Как известно, в преддверии 100-летнего юбилея Истонской Республики Госканцелярия призывает жителей и друзей страны радовать друг друга подарками, то есть любыми проектами и инициативами, улучшающими жизнь и несущими радость. Торжества начинаются в апреле 2017 и завершаются в феврале 2020 года. Сегодня краевед Йозеф Кац напомнит нам об этих важных вехах в развитии государства и расскажет, почему на здании Истлянской дворянской кредитной кассы не хватает гербов половины городов Эстонии. Половина эстонских городов действительно на башне отсутствует. И неудивительно, потому что вплоть до весны 1917 года они территориально относились к другому образованию, к лифлянской губернии. Лифляндия объединяла в себе север Латвии и юг Эстонии. Такое административное деление, территориальное деление у нас досталось от средних веков. Грубо говоря, то, что захватили датчане, стало Эстляндией. То, что покрестили немцы, то у нас стало Лифляндией. Плюс, кроме территориального деления, Эстония была поделена еще между тремя административными единицами. Власт на местах, что осуществляли три рыцарства. Это Эстлянская, Лифлянская в Риге и, соответственно, Эзельвикская или Эзельская или Сарамасская на острове Сарама. Это уже наследие у нас Ливонской войны 16-18 века. Естественно, все это было неудобно и разговоры о том, что надо провести здесь административную реформу, они звучали задолго до того, как раз звучали разговоры об эстонской независимости. Однако эти идеи так и остались идеями. Единой территориальной административной единицы Эстонии стало только в конце марта 1917 года. В февральской революции Временное правительство приняло решение, что 30 марта будет создана Эстлянская национальная автономная губерния, где, конечно, главные слова – это автономная и национальная. Таким образом, в 2017 году минует столетие с получения автономии и обретения территориальной целостности государства. 24 февраля 2018 года мы отпразднуем столетний юбилей страны, а закроет праздничную программу в 2020 году другая важная дата – столетие со дня заключения Тартусского мира. Здание за моей спиной, которое таллинцам, которое постарше памятна как библиотека имени Крейсвальда, таллинцам помоложе памятна к Временной прибежище художественного музея. Для любителей старины, конечно, это здание Стлянского рыцарства. Ну а для тех старожилов, которые застали довоенную Эстонию, это у нас Министерство странных дел Эстонии. Советская Россия признает Эстонию, как мы знаем, 2 февраля. Следующая государство, которая признает Эстонию внезапно – Грузия, 19 февраля. Третьим является Финляндия. Признание дошло далеко не по такому пути, устланному розами. Действительно, мы знаем, что, например, соседняя Ватвия признала Эстонию только до юра в 2021 году. 24 февраля 1921 года, через год, в День независимости признала Венгрия. Финляндия только летом 2020 года признала США, в 2022 году признали независимость Эстонии. Все это следствие того самого Тартовского мирного договора, того самого, скажем так, выхода Эстонии на международную арену. И, конечно, надо понимать то, что уже к лету, в мае 1921 года, Эстонию признает Верховный Совет Антанты. То есть, скажем так, это такой квартет мировой политики. Англия, Франция, привыкнувшая к ним Италия. Действительно, становится понятно, что Эстонию воспринимают как отдельное, самостоятельное, состоявшееся государство со всеми атрибутами, в том числе и Министерством внешней политики. Узнаете о том, какие подарки вам вручат, и поделитесь своей идеей на сайте evesto.ee. Там же можно подписаться и на рассылку на русском языке.